Девушки отдыхают 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 Но нужно просто научиться уворачиваться. То есть, в принципе, его можно пройти, я думаю, даже без урона при желании. Ага. Ну, я к тому же могу всё это дело раскидывать очень часто, кстати говоря. Я имею в виду... Твою мать, зараза. Ну, я так и знаю, что такое произойдёт. С одной лечилкой на него идти, конечно, проблематично. При том, что я уже был покосанный, но... Я зато хочу вам показать вот что. Получается, вот там наверху я таки смог забрать то, что нам нужно было. Смотри, это делается вот таким вот образом. Мне подсказали и, соответственно... Ага. Зараза. Мне подсказали, как это делается, с этого вам спасибо. Это зараза. Но это всё равно, на самом деле, даже с подсказкой делается не очень... Не очень просто. А это потому, что нужно вот где-то сюда вот в дырочку попасть. Да, во-о-о. И потом вот таким вот образом проползти. Угу. Короче говоря, я не надеялся, что я его сейчас убью. Я просто хотел вам показать ту сборку. Хотя я думаю, что вы не особо поняли, в чём её прикол. Но просто я бы показал вам чуть-чуть раньше, если бы я был уверен, что я в принципе до него дойду. Но мне очень понравился лук Хокута. Но, тем не менее. Сейчас мы пойдём... Сейчас мы пойдём по пути коллекторов. Заберём то, что нам причитается, я имею в виду, руна паука. И пройдём по новому пути, который меня сейчас больше всего интересует. Всё, погнали. Ну что за сранец? Готов умирать. В прошлый раз тебе просто повезло. Не более того. Угу. Ты посмотри на него. Прикол просто в том, что мы к нему постоянно приходили, блин, под проклятиями. А сейчас мне повезло. По дороге мне сразу же попалось два проклятых сундука, которые я сразу же и открыл. То есть, ну... Да, руна паука, наконец-то. Сразу же попались два проклятых сундука, которые я по дороге просто открыл, и всё. А потом... А только потом началось убийство. Всевозможных врагов. Так, и по идее, вот эта... Да, та самая кнопка, которая должна нам всё делать, теперь детективировать. И вот с этого момента здесь начинается задница. Единственное, что я пришёл сюда... Так, подожди. Теперь все двери, вот эти вот жёлтенькие, по идее, должны быть открыты. Нужно будет сначала пройтись... Почему нету проталок? Траговцы, я не понимаю. В любом случае, теперь нужно будет пройтись по этим белым дверям, чтобы можно было... Ой, к белым дверям, ну вы поняли. Пройтись по этим дверям, чтобы можно было пособрать, что здесь поставалось. Ага, тем более, что это и сундук. Но прикол в том, что теперь здесь все... Ужили. Я прекрасно помню, что это должно было произойти. Но понимаешь, в чём прикол? Я решил сейчас пойти с одной клеткой... Получается, к боссу у меня был... Помните, я в конце предыдущей серии говорил, что у меня был определённый... А ну-ка, подожди. А вдруг? Нет? Нет, ну и ладно. Ничего не хотелось. Не хочется просто ещё пять тысяч на это тратить. Лучше сделаем это чуть дальше. Хотя толку сейчас не очень много в этом, потому что всё равно... С одной клеткой идти к боссу смысла не имеет. Никакого. Нам, кстати говоря, по идее нужно куда? Нужно по идее направо. Это будет выход дальше. Угу. С одной клеткой идти к боссу дальше не имеет. Я имею в виду к деснице. Просто потому что... Потому что даже если мы его и убьём, то толку с этого немного. Потому что... Так, подожди. У нас есть ещё внизу. И ещё совсем внизу. Хорошо. Идём пока вместе туда. Странно, что тут нет порталов. Даже если мы его и убьём, мы всё равно не получим ещё одну клетку. Скорее всего. Мне кажется, что его нужно в любом случае убивать. Исключительно. Так, подожди. Подожди, я потерялся. А, ниже. Всё, я понял. Всё равно его нужно будет убивать с двумя клетками. Поэтому с толку немного будет доходить до него с одной клеткой. Но... Но просто сейчас у меня в планах просто посмотреть, что нас ждёт дальше. Потому что то, куда мы идём, я был там даже в бета-версии очень-очень редко. То бишь, это кладбище. Я был там... Внимание. Я был там всего один единственный раз. Я херово знаю, что там ожидать, честно сказать. Честно тебе говорят. Тем более, что я там был один раз, мне очень понравилось то место. Мне даже показалось, что я там видел отсылки на симфонию ночи Костливании. Но мне могло только показаться, не более того. Вот. А потом это место, по идее... Ух! Творь! Скотина предательская! Вот хрен ты угадаешь? Слушай, это уже выход. А ну, подожди. А что здесь тогда? Так, у меня Игдара нету. При этом бьют здесь очень больно. Давай сделаем так. Выпьем последнюю лечилку, хрен с ним. Серьёзно, умер? Потому что что? Потому что у меня это вызывает коротечение. Ну да. Вот с этими товарищами... Могут быть серьёзные проблемы. Тихо. Я с ними встречался вот только те разы, когда в итоге в этой версии игры сюда попадал. Это было не очень часто. Я же говорю, вот конкретно в это место я попадал несколько раз. А на кладбище попадал всего-навсего один раз. И всё, больше меня там не было. Но оно очень красивое, это кладбище. И мне кажется, мне всегда казалось, что там должно быть что-то уникальное. Я имею в виду, что вполне вероятно, что там может быть продолжение сюжета. Но я не скажу вам наверняка. Я не знаю. Просто оно всегда выглядело так, словно вскрывает в себе что-то. А сейчас будет очень интересно его посетить. Это, во-первых. Во-вторых... Да, если его... Если его замораживать и включать этого дела, сразу становится сильно проще. Ага. А, часовня. То есть можно сразу же пройти в часовню. Но мне это не интересует. Мне это интересует кладбище. Тут есть два пути. Да, то есть один здесь, один здесь. Хорошо, понятно. Надо будет где-то себе сейчас законспектировать блокнотики, что это место может привести нас... Что это место может привести нас в часовню. А может привести нас ещё куда-то, по идее. Но если нет, если оно приведёт нас только в часовню, тогда продолжать идти смысла дальше нет. Потому что, ну, потому что одна клетка, да? Есть смысл переиграть в таком случае и продолжить двигаться пути и местам, куда нам нужна была руна паука. Ну, я имею в виду, что, предположим, за глазом, за наблюдателем, допустим, был путь, куда можно было залезть. Где-то в крематуре, кажется, был такой же путь. Но это только в том случае, если здесь я не найду то, что нам надо. А так, к слову, у нас есть всё, чтобы... Ну, в общем, мы можем залезть уже везде, по факту. То есть, у нас больше нет приград. И это очень круто. Это очень круто. Но меня немножко беспокоит тот факт, что я до сих пор не могу найти свой любимый чертёж, который с пиромантией. По идее, он выбивается здесь из врагов, которые кидают... Прикольно. Вылетая здесь из врагов, которые кидают огненные шары, насколько мне известно. Мне просто кто-то сказал, что они выбиваются из тех, кто с кадилом ходят и делают невидимых врагов. Но, по-моему, это не так. Если мне память не... А, в забытую гробницу это путь. Серьёзно? То есть, получается, что это место ведёт либо в забытую гробницу, либо в часовню. Причём, если мы сейчас пойдём в часовню, что мы можем сделать? Там есть один путь. Нам не обязательно, наверное, идти к боссу. А, ну, давай сходим. Куда ведёт забытая гробница, это понятно. Там всего-навсего один путь, это сразу прямиком к боссу. А если мы пойдём в часовню, здесь есть ещё один путь, который пробивается через пол. Кстати говоря, я здесь до сих пор чертёж не забрал. Короче говоря, если сейчас там не будет нового пути, то мы тогда просто переиграем. К слову, да, у меня всё, у меня здесь всё-всё прокачано. Ещё хочу сказать, что идти... Идти сейчас с одной... Думаешь, меня твоя дверь остановит? Банан. Идти сейчас с одной клеткой... Ой, в смысле, с двумя клетками к боссу тоже мне не очень хотелось. Я просто поэкспериментировал. Но дело в том, что идти туда ещё рано. Потому что сейчас все клетки, которые мы будем собирать, их желательно было бы отдавать кузнецу. Кузнецус, чтобы получить у него тысячу... Ну, за тысячу клеток, чтобы у нас был 100% шанс выпадения предметов на плюс один. Там есть такой прикол, что когда ты отдаёшь ему 500 клеток, то у тебя появляется 50% шанс того, что будет выпадать... Будет выпадать то, что тебе нужно. Кстати говоря, выглядели так, что мы пришли именно с деревни. Видите? Сюда. Что? Это был не путь вниз, это был секрет? И всё? Серьёзно? Блин, я-то зачарован. То есть, получается, что всё, что нам нужно... То есть, я имею в виду, что все колокола, они всё-таки находятся... Именно вот в этом месте, а не внизу. То есть, я тупо слепой был. Всё ясно. Хорошо, тогда давай сделаем так. Сейчас я это место пробегу в любом случае. Ну, просто, чтобы, может быть, у меня получится взять секретик здесь с колокола. Тем более, что вы мне дали подсказочку, теперь я знаю, как его собирать. Потому что я не читал, честно признаться. Я так и не прочитал. Я прочитал только так, что вы мне подсказали. И мне этого, в принципе, будет достаточно. Тихо. Короче говоря, сейчас сделаем так. Пройдём... Я пройду сейчас совместно за кадром. Соберу секретики. И потом мы с вами просто продолжим двигаться, наверное, либо с двумя клетками дальше. Либо с одной клеткой попробуем пойти на кладбище. Потому что, ещё раз говорю, у меня там не было практически никогда. Не знаю, что там ожидать. Окей, ладно, погнали. Представляете? Действительно, все четыре колокола были здесь. Блин, почему я раньше их не видел? Что за хрень такая? Ладно. Если я правильно помню, мне говорили, что нужно было от самого глухого до самого звонкого ударить. Да? А ну давай попробуем. По идее, вот это самый глухой, а самый звонкий находится чуть-чуть выше. Остальные два находятся где-то здесь. Второй. Третий. Четвёртый. Да, всё верно. Спасибо на самом деле. Потому что, я серьёзно, я просто не читал по этому поводу. Я всё время какой-то другой ерундой занимался. Вот. И только исключительно в комментариях узнал, что надо как-то вот так действовать. Так, ну хорошо. Теперь у нас есть два ключа. И, кстати говоря, я так понимаю, что вот тот ключик сюда бы не подошёл, как я думал изначально, что оно якобы должно было бы подойти. Хорошо. Кстати говоря, этот заход мне ещё интересен тем, что у меня получилась достаточно интересная сборка. Хотя изначально мне выпала... Это, как её называется? Ну, ледяная волна, или как-то так она называется, которая позволяет заморозить. Но просто вся фигня в том, что её использовать на боссах вообще нет никакого смысла. Потому что где-то с половиной здоровья, мне говорили, на них вообще-то не работает. Да и толк, если ты всё время вливаешь урон. Ну, ну замедлишь ты босса. Ну, господи, ну сколько это? Не очень надолго-то это работает. Ах, ну да, мы можем крыльев урона прокачать. Не очень надолго это работает, поэтому толку мало в этом. Так, а что это такое вообще? Ну-ка. Так, вот, позволяет нам парить в воздухе и наносить урон врагами под нами. Серьёзно? А ну. Слушай, прикольно. Выглядит прикольно на самом деле, но нас, скорее всего, боссы будут доставать. Хотя, хотя использовать это перед, я имею в виду, над десницей, было бы интересно. То есть, просто летаешь на десницей и вливаешь в него урон. Всё равно бьёт только по прямой, по сути. Прикольно. Надо будет, надо будет посмотреть, что с этим можно будет здесь сделать. Так, кроме прочего, так что здесь, давай, по-моему, готово перековать. Жертвы горят, с применящим маслом. Ну, вроде, неплохо звучит, но... А давай, пускай будет вот так. Посмотрим, что из этого получится. Так, а здесь, так, можем перед боссом подлечиться? Можем. Я говорю, что я променял ледяную волну на лук-хокута, потому что ледяная волна не работает... А, ну-ка. Ледяная волна не работает на боссов, грубо говоря. Давай, кого что-то сделаем. Ну, ещё перекачаемся и возьмём вот это вот. Вот это. И... Это. И это. Да, пускай будет вот так. Вот это освобождение, которое я сейчас взял, это то, что и лежало в той секретке в начале уровня, кстати говоря. Вот это вот. Когда у нас меньше 20% здоровья, у нас появляется щит на 6 секунд. Если нас ударят как раз где-то под конец сражения, снимут намного здоровья. Короче говоря, это очень классная штука. Можно будет в эти 6 секунд успеть добить босса только так. Короче говоря, я всё равно закончу этот заход, так или иначе, потому что мне всё равно интересно тратить задницу в деснице. Но я только что променял легендарную, легендарную ледяную волну на лук-хокута, потому что лук-хокута в тактике довольно неплох. То есть ты просто накладываешь метку на, допустим, на вот этого хранителя времени и всё, и вливаешь ему просто нереальный урон. Посмотри на это. По-моему, это безобразие. И да, видишь, как работают теперь вот эти ловушки? Они раньше... Прикол ловушек был в том, что они... Господи, что за детский сад? Что я получил? Тоник, да? Говорю, что раньше прикол этих ловушек был в том, что они не висели вот так в воздухе, то есть они улетали тупо в небо и всё, то есть их нельзя было использовать на открытом пространстве, а теперь можно. Короче, я хотел сейчас попробовать вот этот заход, использовать вот, видите, у меня есть вот это вот. Это очень, очень мощная штука, посмотри, 2 170 урона, при том я ещё поставил ему по горячей цели, вообще, вообще шикарно. У меня всё заточено теперь на горячую цель. Я хотел попробовать... Я почему начал качаться в тактику в этот заход? Я просто хотел попробовать взять 2 такие штуки. Как она называется? Разрывающая аура. Я хотел взять 2 такие ауры и попробовать их применять одновременно. Я подумал, я думал, что это должна быть очень, очень имбовая штука. Видишь, я сюда влил уже 510 клеток, нужно влить больше. На 500 клетках мне уже даётся 50% шанс того, что получу первого уровня оружия. Но мне нужно влить 1000. И только тогда мы сможем ходить на босса с двумя клетками. Ну просто потому, что очень часто получается, что я по дороге хожу... Ой, я забыл про этот щит. Кстати говоря, заблокированные атаки отражают урон на ближайших врагов. Практически урон при успешном оперировании. Ну прикольно, прикольно. Если будем успешно оперировать, очень даже можно будет вливать большой урон, я полагаю. Короче говоря, мне кажется, что если бы у меня было две такие разрывающие ауры, это был бы такой... Такой трындец для врагов, что страшно представить. Хорошо. Давайте так. Сейчас мы быстро доберёмся до десницы. Завалим его. И просто сделаем ещё один заход на кладбище. И со всеми вытекающими последствиями. Куда она нас потом в итоге ещё приведёт? Я нашёл! Я нашёл вторую такую же ауру! Ты только посмотри! При этом она практически идентичная. Разве что она уровнем повыше. Это капец какой-то. Вот сейчас поэкспериментируем. Разве что для этой сборки я решил немножко перекачаться. То есть из тактики я взял только на 80%, чтобы быстрее перезаряжались навыки. И всё. Больше, в принципе, нечего брать. Ну то есть там есть навык вот этот, который увеличивает урон. Ну когда кидаешь навык. Но это относится только к турелькам, насколько я понимаю. То есть к этим аурам это не относится. Хорошо. Единственное, что с этой сборкой у меня получается очень мало здоровья. То есть когда идёшь в тактику, почему-то здоровья очень мало. Мы когда шли взверст, у нас получалось где-то около... Там не знаю, 6 тысяч здоровья около того. А сейчас почему-то в два раза меньше получается. Не знаю. С чем-то связано. Вроде бы... Вроде бы не должно быть такого. Не знаю, как-то так получилось. Зато урон должен быть очень хороший. Я имею в виду, что из-за того, что такая беда со здоровьем получилась... Из-за такой херни со здоровьем... Получается, что... Так, погоди. Меня очень сильно побили просто... Товарищи... С той локации. Ага. Так, подожди. Давай аккуратно. Ну да, у нас же ещё этот меч, который мой любимый. Который наносит критерий. Тихо. Так, у нас есть 6 секунд. Улечимся. Угу. Так, подожди. Нужно в него стрелить. Да, твою мать. Ублю так. На самом деле, я немножко разочарован. Я думал, что гораздо более сильные будут в него вливаться... Вливаться гораздо более сильный уровень в него будет, я думал. Ну ладно, хорошо. Пока что я заметил за собой, что мне больше всего нравится идти исключительно в зверство. Зверство это моё. У тактики есть один очень классный момент. Это когда ты собираешь пиромантию. А потом вот эту вот ещё одну пиромантию, короче, которая как коза выглядит. И турельки. Вот это топово. Потому что оба навыка пиромантии бьют по воспламеняющей... Вот, кстати говоря, вот эта вот способность коза, которая... И тот и другой навык бьют... Бьют критами по воспламеняющимся мафу, короче говоря. То есть это самое то. Как по мне. Ну хорошо, ладно. Раз таки едина, тогда давай просто дойдём до... О, прекрасно. Пойдём в зверство, но пойдём в... На кладбище, короче говоря. Сейчас сходим просто и всё, посмотрим, что у нас там творится. По идее, кладбище, которое нам нужно, находится прямо за... Вот этим засранцем. Хорошо, давай попробуем. Есть ещё одно место, кстати говоря, которое было бы неплохо сходить. Но оно осталось далеко позади. Пока что давай разберёмся с этим. Я специально, кстати говоря, приготовился к встрече именно с ним. Специально взял капканы. Специально взял для этого... Видь. Специально взял для этого этот... Господи Иисусе. Да как же оно называется? Мясорубку, точно. Угу. Но прикол просто в том, что мясорубка мне просто повезло, что она выпала такая легендарная. Я бы его просто грек не взять на самом деле. Единственное, что мне не повезло с луком. Я имею в виду, что было бы неплохо, чтобы выпал какой-нибудь... Так, вот туда к ним. Чтобы выпал какой-нибудь лук-хокута. Он мне очень нравится, на самом деле. Он очень хорошо бы комбинировался бы с... Очень хорошо бы комбинировался с... Ага. С этим мечом. Кстати говоря, да. Получается, я сейчас взял еще такие... Эээ... Такую мутацию, которая... Такую мутацию интересную взял, которая... Эх... Которая при получении урона меня усиливает. И при... И если я решил пить бутылочку, тоже меня усилит. Ага. Банан. Да, твою мать. Ты видел такое? На самом деле, он довольно жесткий на этом уровне сложности. Но! Могу сказать, что эти штуки решают. Я имею в виду капканы в данном случае. Вот именно на нем. Давай выпьем все-таки. Давай. Иди сюда. Я специально для тебя парочку капканов брал. Какого ж черта? Иди сюда уже. Но... Твою мать, ты серьезно? Короче. Вся беда в том, что я выпил лечилку и при этом все просрал. Я имею в виду, что... Я имею в виду, что у меня была возможность... Ааа, его бить какое-то время с увеличенным уроном. Он, конечно, неудобен сам по себе в сражении. То есть, гораздо было бы лучше, если бы у меня... У меня был бы какой-нибудь... Слушай, я могу тут, на самом деле, все дело кинуть. Ну да. Если бы у меня был какой-нибудь... Лук... Во! Я совсем забыл, что я могу кинуть вот тут. Реально забыл. Так, подождем. Будет... Это последняя стадия, по идее, да? Сейчас могут начаться проблемы. Да, вот с этим. Но, к слову, только с этим проблема. То есть, если я буду уворачиваться нормально, то проблем не будет. Но лучше подлечиться. Прикольно. То есть, когда ты приходишь к нему с одной клеткой, он не кажется настолько... Настолько жестким. А когда ты приходишь к нему на... Двух клетках, то уже становится сильно посерьезней... С ним проблема. И при этом, я думаю, что на трех или четырех клетках с ним вообще будут... С ним вообще выйдет беда. Так, ну тем не менее. Так, подожди. На. Так, считай, мне пользоваться в любом случае не буду. Было бы, конечно, гораздо круче, если бы выпало какое-то оружие. В данном случае, я, кстати говоря, решил попробовать неистовый меч прокачать на плюс два. Потому что, мне кажется, что я с ним так и пройду до конца. Если, конечно, получится. К слову, чтобы вы понимали, вот это место к кладбищу, это, похоже, будет последнее место, которое... На которое мы с вами посмотрим. Я имею в виду, что в игре больше, по сути, ничего вроде бы как и нет. А, у нас целая тьма душ. Точно. Ну, тогда давай их вливать, наверное, сюда. Да, давай сюда. Угу. Там, правда, один чертеж мог изучить, но ничего страшного. Потом как-нибудь. Сначала вот это вот докачаем. До максимума. Потом докачаем вот это. А это я не знаю даже, что это такое. Тут, наверное, будет какое-то супероружие или что-то в таком духе. Так, у тебя я мог гастрономию прокачать. Вот эти мутации на выживание... Я не знаю. Понимаете, в чем прикол? Я вам как-то говорил, что... Можно было бы попробовать... Так, давай... Подожди, у нас что? У нас меч. Сейчас надо подумать, на самом деле, как бы перекачаться. Потому что то, что у меня сейчас есть, оно не очень... Не очень хорошо будет работать, потому что... У нас все равно нечем лечиться, по факту. Поэтому лучше будет взять вот это вот, чтобы у нас было, в принципе, больше здоровья. Да. И при этом садизм. И, наверное, ближний бой. Ну, просто потому что... Или даже лучше, наверное... Ну, просто потому что тут постоянно ходит тьма врагов. О, хотя бы еще одну лечилочку. Хорошо. Потому что все равно тьма врагов все время ходит вместе друг с другом. Хотя было бы неплохо тоже и комбо иметь. Жители деревни часто приходили, чтобы постичь память своих любимых. Так, ну я вас поздравляю. Это самое красивое место в игре, на мой взгляд, по крайней мере. Ага, понятно. Кстати говоря, если на второй локации, получается, от основной тюрьмы, я забыл. Там, по-моему, можно было тоже залезть еще выше. Там, может быть, еще один чертеж был бы. Надо будет попробовать. Ну, там, где мы нашли чертеж убийцы. Короче говоря... Хрен его знает, что здесь за враги. Я здесь был всего один раз. И все. Но я очень надеюсь на то, что это место все-таки как-то получило какую-то историю. То есть, чтобы... Какую-то историю, чтобы понять вообще, что здесь происходит. Ну, подожди. Скорее всего, мы проштрафились. По-моему, самое... Да. Скорее всего, к этой двери нужно прийти на 19-й минуте. Я вам как-то говорил, что было бы неплохо попробовать пойти в выживание. Помните? Ну, типа, взять... Брать все время модификаторы на выживание. Он хочет ударить, кстати говоря. Мне вот интересно, насколько сильный этот удар в итоге будет. Брать все время модификаторы на выживание, но... Я не знаю, будет ли в этом какой-то толп. Я хотел попробовать, чтобы у нас была целая куча здоровья, но потом я подумал, что так не будет. Потому что, когда мы берем... Когда мы берем модификаторы на выживание, вся проблема в итоге сводится к тому... Вся проблема сводится к тому, что в итоге здоровье у нас не будет прокачиваться. Оно просто поначалу дает очень много здоровья. А в дальнейшем у нас будет также прокачиваться только единственный урон. Урон от зеленого оружия. И все. То есть, если мы хотим много здоровья, нужно прокачивать все. То есть, понемножку. То есть, даже лучше бы одинаково. То есть, чтобы все прокачивалось одинаково. Вот как-то так нужно действовать, если мы хотим много здоровья. Но тогда у нас будет проблема с... Проблема с уроном. То, что он по нам попал, честно говоря, абсолютно ничего страшного. Потому что такой меч, которому как раз было бы неплохо, если нас чуть-чуть побьют. Угу. Это во-первых. Во-вторых, я так понимаю, что не совсем я ясно выразился, когда сказал, что было в небо хоть и выживание. Но типа с оружием будет проблема. Я хотел сказать, что если мы пойдем в выживание, то... Ну, предположим, что выживание нам давало действительно много очков здоровья. Как я думал изначально. То проблема была бы с оружием у нас. Потому что оружия зеленого мало. Модификаторов, я имею в виду, мутации тоже мало. Именно хороших, которые нам помогли бы в итоге в борьбе с боссами в данном случае. То есть, универсальности в этом... В такой тактике было бы очень мало. Мне это не очень нравится, потому что я стараюсь... Стараюсь именно делать универсального персонажа в этом плане. Чтоб он хорошо справлялся как с врагами, так и с боссом. В данном случае у нас хорошо идет, видишь, и по врагам. И, скорее всего, будет неплохо идти по боссу, если мы, конечно, заживем до него. А, банан. Но могу сказать, что если мы все-таки дойдем до десницы, нужно будет перекачаться в любом случае. То есть, сейчас ту сборку оружия, которую у нас есть сейчас, она неплохо... Ого. Она неплохо была для глаза, то есть, я имею в виду, именно в плане капкана. А для десницы может это не сработать. Хотя мне говорили, что десница тоже на капкан ловится неплохо. Надо будет, наверное, попробовать этот момент. Так вот, я хотел сказать, что проблема будет с оружием в том плане, что зеленого оружия, как такового, дамажного, очень мало. Я, конечно, понимаю, что можно выбить легендарку, и оно будет скилиться от этого зеленого и так далее. То есть, можно выбить легендарку, которая работает только от красного. Вот, предположим, сейчас меч, да, наш. Он работает только от красного модификатора, от зверства. А, если бы мы были... Ничего больше нету. Вот, качая... Качая модификатор на выживание... Тихо. И получив этот же меч, только легендарный... Он скелился бы, его атака была бы тогда зависела от выживания. Но прикол в том, что... Хрен ты, блин, этот меч вообще найдешь. Вот так просто, понимаешь? Вот в этом вся проблема. То есть, ты можешь качать в итоге выживание. Можешь качать все, что угодно. Надеяться на то, что ты выбьешь легендарку и будешь с ней ходить. Но, блин, беда-то заключается в том, что ты можешь не выбить эту легендарку. В этом вся проблема. Что будет, если в итоге ты не выбьешь эту легендарку? Или выбьешь, но не ту, которая тебе нравится. Там выбьешь какой-нибудь легендарный кнут, который, честно говоря, достаточно блюдовый, мне кажется. Или я его не просек, но мне не очень нравится, честно говоря. Кнуты здесь. Не в обиду Саймону Бильмонту. Потому что эти кнуты, это явно ссылка на него. Тут есть кнут Бильмонта, если кто-то не знал. Еще я заметил такой момент, что если качаться только в тактику, то по какой-то причине может возникнуть беда, в принципе, со здоровьем. Потому что я уже как-то попытался. И в итоге получилось так, что в Деснице я пришел с тремя тысячами здоровья. В тот момент, когда качаешь зверство, у меня было... У него около шести тысяч. Я не знаю, как так получилось, но вот как-то вот так вот. Вот даже сейчас у нас уже две двести здоровья. Слушай, это место явно очень сильно поменялось. Очень. Ты посмотри, на фоне какие-то... Я не знаю, инопланетное что ли что-то? Нет, таково быть не может. Ой, да как он ты, какого хера ты, блин? Эх, собака. Я не понимаю его иногда, серьезно. Помнишь, что я уже как-то страдал с такой... С такой херней, кстати говоря. Я имею в виду, что... А-а-а, подожди, я припоминаю. Я припоминаю, что здесь нужно было что-то сделать, чтобы в итоге туда попасть. Где-то вот там, да, нужно нажать кнопку. То есть, получается, я вот здесь открываю... А-а-а... Да твою мать. Я вот здесь открываю, иду наверх, нажимаю на кнопку. Да-да-да-да-да. Но! А-а-а, прикол в том, что это... Это конец локации, действительно. Это конец локации. Но вот здесь все кладбище, оно... Уходит вглубь, что самое интересное. То есть, это больше даже не кладбище, правильно было бы назвать. А скорее склеп, что ли. То есть, потому что все... Все, что здесь есть, оно находится внутри. Хорошо, туда мы, наверное, и направимся. Ты только посмотри на это. Ха-ха-ха. Грейт флипер. Тихо! Сволочи. Здесь, знаешь, что было бы неплохо? Здесь было бы неплохо иметь какую-то способность на заморозку. Здесь просто такие враги, которые могут нанести удар не первыми. Ну, окей. Получается, вот здесь основное... Основное событие, которое меня интересует. Должно быть. Угу. Я не помню, говорил я вам или нет, но мне нужна... Нужна пиромантия. Нужна пиромантия. И мне сказали, что она выпадает вот из этих... Вот из этих товарищей с кадилом. Так вот, увы и акт, но нет. Пиромантия, которая выпадает из чуваков с кадилом, вот этих вот... Это не та. Она у меня уже есть. Мне нужна другая пиромантия, которая стреляет огненными шарами вперёд. Не огненным залпом, а огненными шарами. И эта пиромантия выпадает исключительно... Исключительно из тех, кто стреляет фаерболами. И находятся они в святилище. И мы там уже были. Вот мне нужно будет потом туда, именно вот целенаправленно пойти в святилище и взять... Взять эту пиромантию. Но беда в том, что... Нет, ну хотя никакой беды не будет, я полагаю. Потому что если мы тогда сходим и сделаем это, то в итоге мы сможем сделать самую лучшую сборку на тактику, я полагаю. Так, подожди. Вот это не секрет в случае? А-а-а-а. А тут я должен буду взять цветочек. Так, также мне подсказали, что... То, что я хотел провернуть во дворце, кстати говоря, нашел тот секрет во дворце. Действительно, он там еще есть. Мне нужны вот эти цветочки. Белые. То есть не розочки. Мне розочками нужно открывать места, где лежат белые цветочки. И эти белые цветочки применять там. Так, здесь нужно аккуратнее быть немножко. Ой, дурак, да что ты делаешь? Господи, как я тебя ненавижу, мне иногда... Я помню, как я страдал из-за этого. Помню. Ох, помню. Я имею в виду в бета-версии игры. Я помню, как я брал вот эту хрень... Нет, тихо, не то продаешь. Взял вот эту вот руну паука, а потом с тех самых пор, как она у меня была, я страдал вот из-за того, что напарывался на... На шипы. В тот момент, когда я хотел просто вдавиться об стенку и упасть вниз, ему надо было пробежаться под эти чертовые стенки. Тихо. Так, подожди, все вот эти, что из него повылетали, они не считаются, по-моему, за врагов. Да? Да. Нифига не считаются. Беда. Но, кстати говоря, все вот эти проклятые сундуки брать обязательно надо, потому что это чертова прокачка. Я часто пренебрегал этим, но это надо делать. А потом надо как-то выжить. Угу, прекрасно. Это место, чтобы вы понимали. Оно уходит очень глубоко. Ключ? Что? Ключ архитектора? Тихо. Это место, оно уходит очень глубоко. Мы его сами в бета-версии один разок прошли, и на этом все, по-моему, больше... Больше не ходили. Да, твою мать, еще один, серьезно. Блин, он нужен, он нужен. Он очень нужен. Главное не взять такой сундук под конец карт. То есть, когда нужно уже выйти отсюда, иначе мы пойдем на босса. Идем, наверное, пока что назад. Иначе мы пойдем на босса. Грубо говоря, с одним ударом жизни. А, уже можно в забытую гробницу даже отправиться. Но меня интересует ключ. Меня интересует, куда можно применить ключ. При этом, прикинь, у нас нету лечения вообще. Единственное место, где мы сможем его получить. Ого. А тут даже по 12 клеток. Обычно по 5, по 6, по 7. Да, да, здесь аж 12. За этой дверцей. Я хочу сказать, что... Единственное место, где мы сможем получить... Возможность взять бутылочки. Это может быть еще по дороге. Где-то в хабе мы сможем найти одну бутылочку. А в другое место, это мы сможем купить за 38 странных тысяч бутылочку. Это капец какой-то. 38 тысяч, это же охренеть можно. Так, у нас есть еще два пути. На самом деле, это место ничем... Ой, это плохо. Это плохо. Шипы, это очень плохо. У меня с ними... У меня с ними очень плохие... Эти самые... Воспоминания. Хорошо, что вот эти птички, они... Они считаются как... Как одна птичка убитая, это считается как один полноценный враг. Умирают они очень легко. Серьезно. Ладно. Угу. Так, еще три врага. Нужно действовать очень аккуратно. Очень люблю вот так действовать. Я имею в виду тупо сидеть и выжидать. Очень не люблю, но в данном случае другого пути нет. Если мне нужно снять проклятие. Если идти к боссу... Я имею в виду именно к деснице. Вот такими путями, это, наверное, очень плохая идея. Я имею в виду, что есть куда более интересные пути к нему пройти. Я там уже смотрел карту. Идем теперь вниз. Я смотрел карту того, как можно было бы пройтись максимально эффективно, где сниться. Самое прикольное, что это... Самый максим... Самый максимальный профит от пути будет только в тот момент, когда... Твою мать! Что по сшипы, блин! Зато теперь мы будем критовать. Самый максимальный профит будет только тогда, когда у нас будет три клетки. Только в этом случае мы сможем получить срез, который поможет нам пройтись так, что мы сможем собрать целую кучу... Целую кучу свитков. Типа. Так, стоп. Не горит, все прекрасно. Просто это зас... Давай возьмем вот это вот дело пока что. Угу. Я просто его применим, чтобы подлечиться на какое-то время. Просто эта скотина пыталась разбить капкан. Вы поняли, да? Он пытался разбить капкан. А, все ясно. Отсюда теперь уходи только. Хотя можно было бы этим попользоваться какое-то время. Сколько она восстанавливает? На следующем уровне? Да иди ты в баню. Бесполезная хрень. Один удар так бьет, что... Короче, я понял. Ну его в баню. Вот. Вот эта штука выпадает из этих самых... Из щелков с кадилом. Это оно. О! Прекрасно! Вот тот самый лук, который мне нужен. Теперь я смогу кидать метку. И по этой метке очень сильно бить. Но только в том случае, если мы выживем, конечно. Но я очень сомневаюсь. Конкретно, может быть, здесь-то мы и проживем. А вот дальше мы хрен, наверное, пройдем. А, подожди. Мы весь этот путь сделали для того, чтобы что? Для того, чтобы этим ключом в итоге открыть это место. Серьезно? Вот оно как. Ого. Слушай, очень много всего мы получили. Очень не хочется... ...все это в итоге потерять. Хорошо. Хорошо. Но подожди. Я думал, что здесь будет проход дальше. Разве нет? Прощальный подарок. Это какая-то ультрабомба, наверное. Так, подожди. Получается, что это место не такое уж и большое, кстати говоря. Я думал, что это кладбище гораздо больше. Получается, что у нас отсюда путь только в забытую гробницу. Угу. А через забытую гробницу у нас путь только к Деснице. Я тебя понял. Хорошо. У нас есть еще одно место, которое мы могли бы посетить, по идее. Которое открывается тоже только с помощью руны паука. Но я не помню. Я помню эти сраные шипы, кстати говоря. Как-то я на них напоролся. Угу. У меня прям флэшбэк такой сейчас в голову ударил, когда я в них... Когда я их увидел. Когда я... Когда в бета-версии игры мы здесь были. Так, ну хорошо. Получается, что у нас, в принципе, путь только сюда. И все. Мы идем без каких-либо хилок дальше. Не думаю, что мы сильно далеко пройдем, но... Я понял. То есть у нас, в принципе, остается дело только одно. Это надрать задницу самому Деснице. Причем надрать задницу ему... Так, подожди. Тихо. Ох, тут сколько всего появилось. Ты посмотри. Перманентное улучшение. Торговцы предложат товары из более обширных категорий. О-о-о! Охренеть! Это что получается? Я смогу, наверное, выбирать самостоятельно, да? Что-то в таком духе. Прикольно. Так, подожди. Подание еды дает мне 153 урона в секунду. В течение всего этого идет. И эффект будет увеличен на 200%. Прикольно. А тот призывает бомбу. Когда вы убиваете врага без помощи ручного оружия. А какого... А каким оружием его надо убивать? Хорошо. Меня вот это вот больше всего интересует. Угу. Ну, короче говоря. У нас остается только одно дело. Это сходить и надрать задницу Десницы. Причем надрать ему задницу нужно несколько раз. О! Хотя... Боеприпасы на эту штуку, в принципе, особо не надо. И вообще не нужно особо модифицировать, честно говоря. Ну, хорошо. Давай попытаемся, по крайней мере, к нему дойти. А вот и он. Высокий пик дворца Штопова. Хорошо. Серьезно? Вот так сразу торговец? Честно говоря, у меня впервые такое получается. Знаешь, вот сразу неплохо. Сразу неплохо, потому что я сюда шел, думал, что... Вот если попадется кинжал убийцы, можно было бы его взять и, в принципе, да. В принципе, пойти с ним над Десницу. Но я сейчас, знаете, что сделаю? Давайте-ка мы сначала пройдем вот это вот место полностью. А то потом уже после этого решим, брать его или не брать. Потому что я хочу вам показать вообще вот то, что у меня получилось. Потому что я, на самом деле, сейчас затачивал себя, ну, в эту ходку. Все-таки вот та ходка, которую вы... В которой мы решили, что... В которой я решил, что сейчас попытаюсь дойти... Отзурозу, в которой сейчас я попытаюсь дойти... У меня не получилось, поэтому тоже уже следующее за ней. Типа. Угу. Ииии, я решил, знаете, что сделать? Так, подожди, если я возьму, а... Давай, наверное, знаешь, что... Хотя нет, давай, наверное, все-таки не лечиться. Пускай у меня Игдар сломается, чем я сейчас... Ага. Пускай лучше у меня Игдар будет ломаться, чем я сейчас использую лечилку. Просто потому, что если он сломается, то у меня будет шанс потом перекачаться как раз перед десницей. Вылечиться здесь вряд ли, конечно, получится. Здесь вроде бы торговцы еду и нету, но, по крайней мере, перед десницей можно будет перекачаться. И вот этим мы возьмем что-то более... Более интересное, чем то, что... То, что у нас есть сейчас. Угу. В принципе, можно просто сейчас чуть-чуть аккуратнее действовать. Короче говоря, я решил все-таки попробовать походить с пехотным булком, так как мне как-то... Как-то рекомендовали, но просто... Это зараза, ты посмотри на него. Но просто вся ерунда в том, что у меня луки... Ну, блин, я все пытаюсь, 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 пытаюсь... И у них что-то прекрасное высмотреть все никак не могу. Ого. Ясно. Так, подожди, у меня вот эта граната из них, да, затаскивает все дерьмо. Посмотрите, они все равно меня заразили. Вот, вот об этом я и говорю, что с этими гранатками это небольшой геморрой. Давай все-таки один раз выбьем, это вылечит, во-первых, кворь, во-вторых... Короче говоря, с этими луками, я не знаю, с ними просто как-то не очень комфортно, и в них есть целая куча недостатков, если честно. Например, луками не получится разбивать... Луками не получится разбивать секретки. Если они находятся очень низко, ими сложно будет развивать секретки, если вообще возможно. Это, во-первых, во-вторых... Во-вторых, да, во-вторых, секретки появляются где-то чуть-чуть выше, и вы можете выстрелами их задеть, но... С луками еще, помимо прочего, очень сильно теряется динамика, поэтому сейчас я вот еще думаю, что мы будем делать. Пойдем все-таки с кинжалом убийцы, по-моему, здесь есть секретка, вот если я сделаю вот так. Ага, да, вот оно самое. Все-таки тут, видишь, все-таки другой этот находится. Чертеж. Короче говоря, помимо прочего, сейчас придется действовать сильно аккуратно, просто потому что перед боссом вылечиться не получится, а из-за луков они достаточно медлительные. Придется действовать так, как я не люблю, то есть вот именно из-за луков. Если бы мы с вами ходили бы, допустим, с тем же кинжалом убийцы, можно было бы просто... ...пить. Да, придется вот так вот делать, это закидывать, убегать. Я-то не люблю такую тактику, но, похоже, по-другому не получится. По крайней мере, все разы, сколько я ходил с луком, у меня по-другому не получалось действовать. То есть вот только вот так вот, все-таки из-под тишка. Хотя вот этот лук, честно тебе признался, он довольно прикольный, я имею в виду пехотный. Давай его возьмем. Да, вот это вот. Довольно прикольный лук на самом деле, то есть вблизи реально выдает серьезный, серьезный ущерб. Но мне очень сильно не нравится то, что вот тут и вылазит следующий недостаток оружия. То, что у него есть определенный запас, боезапас, скажем так. Если он исчерпается, а, кстати говоря, да, я не знаю, я не помню, читал я вам это или нет, но здесь написано про результат скрещивания растений и человека. И в итоге там, где мы видели получелка полурастения, помните, мертвый этот огромный, это вот про этот эксперимент там и было описано, по-моему. Короче говоря, кончается боезапас, и если не взять, предположим, забыть взять гранатки-модификатор, который позволит нам вытаскивать из противника стрелы, или, предположим, взять публичный боезапас. Не, на самом деле, сейчас очень аккуратничаю, я очень хочу дойти до дистанции, это самое-самое важное. То есть мы уже построили игдар, но ничего страшного. Игдар и одну бутылку. При этом бутылку мы уже не восстановим, это такое, у нас достаточно запаса будет. Угу. Короче говоря, луки, ну не знаю, очень много недостатков луки имеют, то есть вот в данном случае мне приходится действовать издаленно. Потому что если я подойду близко, может, может быть, беда. Тихо. Но с другой стороны, он довольно крут в этом плане, то есть просто подходишь и кидаешь, и стреляешь вплотную. Так вот это очень классная штука, огненные головешки еще легендарная, но у меня есть определенный план исключительно на то, что у нас сейчас в руках. То есть лук... Лук-палку-то... Он крут тем, что он, получается, когда ставит метку, увеличивает потом тем самым урон по тому, на ком метка. Я подумал, что с луком как раз это будет самое то, с луком, предположим, с... Даже с тем же, господи, как он, с кинжалом убийцы, это будет то, что нужно. Потому что мне рекомендовали попробовать походить с пехотным луком и с луком над... С быстрым луком, который делает криты на расстоянии, то есть если во враге уже несколько стрел есть, то третья стрела будет с критом. Но мне это, откровенно говоря, тоже не понравилось, потому что это... Ну, мне вечно не хватает обоим, постоянно. А брать модификатор на увеличенную обоиму или там еще что-то, мне не очень хотелось, честно говоря. Поэтому такое. Такое себе. Но я все равно хотел вам показать, потому что я, честно говоря, просто не помню, показывал я вам или нет, но... Но я решил все-таки показать еще раз, даже если показывал. Просто, понимаете, в чем дело? Я хочу... Я хочу, наверное, уже немножко заканчивать с этой игрой, потому что я... Я свято верил в то, что если мы завалим в десницу целую гуру миллиардов раз, то... Ой, ну да, то у нас в итоге будет встреча с королем или что-то в таком духе. Давай еще немножко по здоровью пойдем. Я свято в это верил, думал, что что-то произойдет классное, крутое. Но все-таки, видимо... Видимо, люди были правы, и... Ну, я имею в виду... Те, кто мне говорил, что... Все-таки... Что все-таки ничего после четырех клеток нету. То есть ты просто набираешь четырех клеток и на этом все. Дело в том, что сейчас вот перед вот этой... Перед вот этим вот заходом я сделал еще, наверное, штук пять заходов. Может быть, даже больше. Я не знаю. Я пошел, вроде интересно, посмотреть, что он сможет ожидать дальше. И в итоге разочаровался в том плане, что все-таки нас лучше ничего дальше не ожидает. И в итоге мне стало просто элементарно скучно. Поэтому я не знаю. Я хочу сейчас завалить еще раз десницу. Я думаю, что у нас должно это получиться. Но даже если не получится, я не уверен, что я буду продолжать дальше. Просто потому, что мне интерес потерял после этого момента. И, кстати говоря, да. Сейчас можно было бы уже пойти к десницу. Но я решил... Решил пойти дальше. Просто... Просто потому, что... Просто потому, что там... Зато дверью можно будет получить еще один лишний ствиток. Я хочу... Хочу здоровить, сделать десять. А потом, самое интересное... Самое интересное будет, когда мы в итоге попадем... Когда мы в итоге попадем в хаб. И в итоге мы прокачаем оружие на плюс два. Все, что у нас есть. Все оружие, которое у нас есть, сделать его на плюс два. Это будет просто охренеть. Ха-ха-ха-ха. А некоторое оружие уже даже можно сделать супер ранга. То есть... Типа. Видите, получается, динамики не хватает этим оружием. Ну, в принципе... Господи, оно и понятно. То есть, к этому надо было быть готовым изначально. Когда берешь луки, что приходится действовать всего рода из-под тишка. Но мне не нравится. Поэтому, возможно, я сейчас поменяю все это дело на... Кинжал убийцы. Хотя, с другой стороны, я с этими луками прошел здесь об униводу сейчас. Хрен его знает. Так, но тем не менее. Давай еще, наверное, здесь походим. Потому что вполне вероятно, что я мог пропустить какие-то здесь еще... Еще свитки. Видите, боеприпасов катастрофически не хватает иногда. Я привык, что я могу бить постоянно от этих... А тут приходится следить за этим моментом. Но хотя моя граната, она... Понимаете, она, в принципе, неплохо заточена на то, чтобы... Вытаскивать всю эту дерьмо из них. То есть, я имею в виду, что... Я специально ей прокачал эту способность, которая позволяет вытаскивать снаряды из врагов. Ну, блин. Если они внезапно закончатся на деснице, это будет очень обидно. Согласитесь. Поэтому Крен его знает на самом деле. Угу. Так, ну-ка. Ну, а так и приходится действовать. Урон, кстати говоря, вылетает неплохой, но... У кинжала там гораздо круче. У кинжала там, по-моему, по 10 тысяч, может быть, урон. А вот с этим Хокута... Я думаю, урон будет совершенно шикарен. Плюс еще садизм я взял. То есть, все просто великолепно должно быть. То есть, садизм я подожгу врага. Буду по нему вливать вместе с садизмом невероятный урон. Короче говоря, я думаю, что все должно пройти неплохо. Ну, это, конечно, в том случае, если я откажусь сейчас от лука и решу все-таки взять... Решу... Решу все-таки взять... Вот тот кинжал убийцы вначале. Его можно просто сейчас будет прокачать... А ну, подожди. Давай-ка вот что сделаем. 10 тысяч, да? Нет, может не хватить. Может не хватить, если я решу все прокачать, то, что у нас есть. Прокачать на плюс 2 хотя бы. Я уж не молчу про S-ранг. Вот там, кстати говоря, видишь, я все-таки пропустил кое-что. Либо я пропустил элитку, либо я пропустил... Вот здесь. Либо я пропустил кого-то очень важного. Ой, говорю, либо я пропустил элитку, либо я пропустил... Все-таки этот. Это я не взял, кстати. Ну, когда я посмотрю. Понял. Лучше пускай у меня будет сейчас больше здоровья. Да, я пропустил чувака, который носит с собой чертеж. Ага. Ну и в принципе что? Давай, наверное, возьму вот этого. Пускай будет побольше... Побольше выживаемости. Хотя не последовало. Может быть тактика давала сейчас больше здоровья. Но мне просто хотелось почему-то добить... Выживаемость до максимума. Тихо. Все. Можно будет сейчас идти забирать последний свиток. Сделаем чуть-чуть больше атаку. Прикол просто в том, что если сейчас я возьму кинжал убийцы, докачаю гранатки и лук до плюс два, они дадут ту же способность. Я имею ввиду... Лук, по-моему, хокут даст мне к тактике. А те две дадут к... Дадут как раз их зверство. Короче говоря, все будет прекрасно, я думаю. Так, ну хорошо. Давай, наверное, сделаем вот таким вот образом в сраку, наверное, этот пехотный лук. Серьезно, мне он симпатизирует, но... Но нет. Вы мне очень часто всветывали комбинал с этих пехотных луков, с еще кучей других луков. Но я... Сколько бы я ни пытался, мне не нравится. Серьезно. Поэтому я буду... Пытаться бегать с мечами. Хотя на начальном этапе этот лук довольно неплох, потому что это одно из тех немногих оружий, которое может выдавать крыты с самого начала. Если вдруг не попадается то, что нам нужно. Так, берем вот это вот. Угу. Все. А теперь сейчас как раз в хабе сделаем всю на плюс два. Если бы у нас сейчас было какое-то оружие уже на плюс два, то есть если бы я изначально его таким нашел, можно было бы его сейчас на S-рант прокачать. Я бы вам показал, как это выглядит. Это очень круто. А, кстати говоря, да. Тут есть несколько вещичек, которые можно будет уже даже прокачать. Которые я не докачал. Да, уже практически все чертежи собраны, помимо прочего. Я просто сейчас их не качал, потому что... Да, видишь, почему может не хватить? Потому что это стоит очень дорого. Я не качал сейчас эти чертежи, потому что я хотел докачать... 3500 клеток нужно было донести к кузнецу. Вот я хотел вот этим заняться. Так, ну давай. Угу. Угу. А, это тоже тактика дает. Прекрасно. Так, и... Подожди, покрывается маслом. Критические дары. Жертвы говорят... Слушай, здесь все очень-очень прекрасно. Я считаю... Так, залп стрел, жертвы пускать ядовитое облако. Нет, давай... Давай, наверное, перек... Подожди, давай перекачаем, наверное. Щит. Слушай, прекрасно. Вот щит при использовании, по-моему, звучит очень круто. Так, здесь по замороженным целям у меня ничего не замораживает. Вот это вот прекрасно. Погорящий, по замороженный. Ну, опять-таки, замороженная цель. Ммм... Во! Неплохо. Так, ну, деньги остаются, чтобы еще хопку-то прокачать в таком случае, да? Он даст нам как раз к тактике. К тактике будет самое то. Так, пробивает цель насквозь. А что еще можно? Боеприпасы? Ладно, хорошо. Пускай будет. Так, в целом, я думаю, это неплохо. Как раз все деньги влили. Все деньги в это влили. Так, теперь у нас пиротехника, садизм. Это у нас остается. Ммм... Можем теперь что сделать? Теперь мы можем взять вот это вот, чтобы, когда у нас будет мало здоровья, чтобы у нас сработал щит на целых 6 секунд. Либо взять вот это, чтобы было еще больше здоровья, помимо прочего. Либо... Либо, так как у нас куча фляжек, можно взять испорченную флягу, чтобы она увеличивала нам урон. Да. Потому что мы можем сделать 3 хлебка. Я думаю, что мы их как раз все и сделаем. И в это время у нас будет как раз сильно увеличен урон, я полагаю. Причем, честно говоря, я бы сделал бы хлебок с самого начала. Угу. Ну все, погнали. Я просто сейчас немножко стратегию поменял. Хочу попробовать... Хотел попробовать прокачать не только одно зверство, а параллельно качать еще тактику и выживаемость, чтобы у нас было много здоровья и при этом неплохая атака. Но я немножко, видите, я немножко тактику запорол, но хотя я думаю, что должно сработать. А еще неинтересно, с руной паука, можно будет бегать по этим стенкам слева-справа? Энергетическим. Ну давай. Не знаю, есть у него какие-то шансы или нет. Я очень надеюсь, что нет. Ну, удар мы, по крайней мере, пока что не пропустили. Уже хорошо. Воу. Засронец. Ага. Я забыл, что там элитка наверху. Тихо-тихо-тихо, родной. Беда будет только тогда, когда он в итоге меня спихнет вниз. Я имею в донейте. На шипы. Вот в этом случае будет беда. Ммм, судоко. Да чтоб тебя черт собирали. Лечимся, последняя речилка. Сейчас как раз он упадет. Угу. Угу. Да чтоб тебя. Да ты помрешь сегодня, нет? Спасибо. Спасибо, засранец. Ну знаете, мне понравилось. Вот с таким, вот с такой комбинацией мне очень нравится. Я думаю, что я бы с такой комбинацией мог бы еще раз 10 завалить. Потому что она реально топовая. Третья клетка тем временем. Его осталось завалить все-навсего еще один и единственный раз, чтобы получить четвертую клетку. И честно вам признаться, сложным это мне не кажется. Потому что... Потому что что? Потому что... И так, нас лишили уже всего. То есть нас лишили полностью... Так, давай, наверное, уходить отсюда. Нас лишили полностью всех лечений. Нас лишили... Нет, подожди. Этого нас не лишили. Я хотел сказать, что нас лишили всех фонтанов. Но нам периодически дают возможность около фонтанчиков оставлять тюбик, который можно использовать. Они могут еще вот это отобрать. Ну и все. А так, по сути... Они и так встречаются очень редко. Поэтому по большому счету... Даже не знаю. По большому счету, лишать нас больше ничего. Ну хотя, давай посмотрим. Давай посмотрим, что они могут придумать. Видите, я уже практически все собрал. Почти. Так, ну-ка. Три стволовые клетки. Можно будет улучшаться до С-качества. При этом это еще делать рано. Это мне нужно будет сейчас за кадром делать еще ходок, наверное, 20. Удачных только для того, чтобы была возможность прокачать до второго уровня оружия. То есть, чтобы нам второго уровня оружия выпадало постоянно. Или хотя бы с 50% шансом. При этом смотри. Убирать все лечебные фляги. Но оставлять несколько одиначных заряда. Вот тут убирать вообще все восполнения лечебных фляг. Короче говоря, абсолютно ничем не отличается. С заключением того, что у нас не будет фляг вообще никаких. Ну, может быть, ну нет. Мы сможем покупать их только разве что там за 38 тысяч. И это, честно говоря, никаких проблем тоже не вызывает. Их можно легко купить. Ну, может быть, еще бусы, эти враги будут наносить больше урона. Ну, я так понимаю, что игра потихоньку превращается в дикую гринделку. То есть, больше здесь делать нечего. Все чертежи собраны. Все бусы, грубо говоря, повержены. И становится скучно после того, как ты понимаешь, что, по сути, сюжета дальше нет. Я просто до последнего надеялся, что... Что будет какая-то финальная битва с королем. То есть, ты соберешь все клетки. И будет какая-то мега эпичная битва с королем. Но в итоге оказывается, что нет. И меня это очень сильно разочаровало, честно говоря. Прям очень. Гриндить. Ну, не знаю. Есть смысл, конечно. Но, может быть, позже. Может быть, позже я вам покажу полноценный забег вот от этой локации начальной. И до самого Десницы. Потому что там есть на что посмотреть на самом деле. Это будет... Я просто хотел вам показать, как конкретно я прокачиваюсь. Там действительно есть на что посмотреть. Но пока что я думаю, что мы на этом закончим. Может быть, позже мы вернемся. В общем, я надеюсь, что вам понравилось. Все, всем пока. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok